Ребята, мы решили вам четко и прозрачным намекнуть, о чем сегодня пойдет речь, и конечно, об Америке, американцах и их вкусах. Точнее о том, какие смартфоны они предпочитают в повседневной жизни. И нам кажется, что их жизнь в этом плане должна быть довольно интересной. На пятом месте у нас флагман от AllChip, по которым у нас нет точных данных по продажам, но мы точно знаем, что данная модель была крайне популярна в 2017-м. Итак, в начале года LG делают ход конем и запускают модели LG G6. Ее выпуском они практически дали жить новому тренду – смартфонов с удлиненными экранами соотношением сторон 18 в 9. В США этот смартфон также приобрел известность, однако не такую, как LG V30, который стал своего рода улучшенной версией G6. При этом, кстати, находясь в совсем другой линейке компании, V30 учли все минусы предыдущего флагмана и сделали его достойным претендентом на звание лучшего смартфона 2017-го в принципе. Лучшее мобильное железо Snapdragon 835, у него шикарный экран и, что важно, очень крутые камеры. Фотографии этот телефон делает просто превосходные, однако главная его фишка касается съемки видео. Кроме автоматического режима пользователю доступно множество настроек, включая настройки записи звука. Да-да, здесь у нас первая мобильная камера, в которой можно настраивать почти все параметры съемки. Еще один кореец – любимчик американской аудитории. Если предыдущие модели были чисто премиальными, то Galaxy Note 8 считается даже ультра премиальным. В нем такой же шикарный экран, как и Vesco, только он еще больше габаритов, а именно на 6,3 дюйма. Такая же начинка и почти такой же функционал и возможности, кроме двух вещей. Первое – это наличие просто крутезной двойной тыловой камеры, которая считается едва ли не лучшей на рынке. А второе его преимущество – это наличие стилуса, который американцы, кстати, в отличие от других наций, очень даже любят и не пренебрегают дополнительными возможностями, которые открываются с использованием этого мини-гаджета. О, вот на этом месте и выяснилось, что американцы на самом деле очень похожи на нас, ведь флагманы от Samsung являются лидерами по продажу и в Украине. Компактные габариты с учетом их огромных диагоналей, мощное железо, шикарные одинарные тыловые камеры и просто невероятно крутые экраны. Ну конечно же, кто бы не захотел себе смартфоны с большими 5,8 и 6,2 дюймовыми экранами, но при этом с общими габаритами корпусов, которые обычно используются на куда более меньших диагоналях. Что интересно для американского рынка, смартфоны поставляются с американскими же процессорами Qualcomm Snapdragon 835. И тут у американцев есть преимущество, потому что данный процессор хоть и немножко, но мощнее, чем процессоры Exynos 8895 корейского производства, которые приходят, к примеру, на украинский рынок. А сейчас в нашем топе наступает абсолютно переломный момент. Мы заканчиваем с какими-то непонятными устройствами и компаниями и переходим к богоподобным творениям от компании Apple. Но вы же не думали, что хоть какой-нибудь топ об американских товарах может пройти без участия iPhone? Ну да, было бы действительно странно, если бы американцы, учитывая весь и безграничный патриотизм, который иногда ограничит на грани разумного, не пользовались бы американскими смартфонами, собранными маленькими китайскими ручонками. Ну то уже детали. Смартфоны Apple в топе популярности еще с того момента, когда Стив Джобс представил самый первый телефон компании. Что касается конкретно iPhone 8 и 8 Plus, то пусть они и не били все рекорды по продажам в этом году, но точно достойны вашего внимания. Модели по сравнению с Попередниками не позволяли каких-то невероятных новшеств, просто стали еще немножко лучше, да и если копнуть, то и с новшествами не все так плохо. Это и задняя часть корпуса, выполненная из стекла и поддерживающая функцию беспроводной зарядки и поддержка дополнительной реальности и еще более усовершенственные камеры и очень мощная начинка, которая на данный момент является одной из топовейших. Данный смартфон ждали не только в США, ждали во всех странах, все человечество, а если послушать ушлых маркетологов, то выяснится, что в режиме ожидания находились и неземные цивилизации. В Apple действительно удалось навести шорох, начиная еще с названия. Кстати, как хотите, так и называйте, iPhone X, iPhone X, какого-то единственно правильного варианта произношения вроде как не существует, практически безрамочный корпус и эффектный дизайнерский ход в верхней части устройства, благодаря которому модель теперь не спутать с любым другим смартфоном на планете Земля. Убрали и кнопку домой. Возвращайтесь теперь как хотите. Да шутим мы, есть способы. В общем, не смартфон, а такая себе ода минимализма. При желании вы также сможете выполнить большинство действий при помощи свайпов. Нельзя не сказать и про Face ID, то есть про разблокировку смартфона с помощью лица. За эту функцию отвечают как раз сенсоры и камеры установлены, но уже как теперь выясняется в фирменном подбородке устройства. Кстати, вот именно на этом месте и вылазит первая категория людей, к которым новый iPhone точно не подходит. Ну, если вы в розыске, нет, даже не вздумайте его покупать. ФБР и ЦРУ вас найдут как минимум легче. Хотя, если вы в Украине, по сути, по барабану, у нас народ по-другому разыскивает, если вообще это делают. И анимированные эмодзи Да, этот же передний набор сенсоров и камер научились захватывать выражение вашего лица и в точности передавать его всевозможным аватарам. Понятно, что серьезные люди вряд ли всем этим будут заниматься, но алгоритм считывания наших лиц действительно впечатляет. Вы даже можете записывать длиннющие речи, используя аватаров. Так что да, вы там все-таки попробуйте на досуге перевоплотиться в какулю. И получается, что единственная вещь, которая у новых пользователей iPhone X не вызвала особых споров, это экран. Он теперь OLED-формата и козыряет всевозможными технологиями, вроде True Tone. Если вкратце, то цвета здесь невероятно сочные и правдивые, но при этом и глаза от пользования устройства особо не устают. Как бы там ни было, а такого набора возможностей хватило для того, чтобы iPhone X стал самым популярным смартфоном Америки. Хорошенько посмотрев на список данных смартфонов, можно прийти к четкому умозаключению, что американцы в своих выборах остаются довольно консервативными. С другой стороны, если немного посмотреть за пределы пятерки, то выяснится, что Yankee очень даже не против приобрести себе продукцию от таких компаний, как Google и Lenovo. И процент продаж таких устройств очень даже высок. По крайней мере приятно осознавать, что американцы не превратились в нацию, которая поклоняется одному единственному бренду. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях под видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова